Добрый день, с вами Андросик Станислав. Сегодня информационно-аналитический портал Союзного государства совместно с Национальным президентом Республики Беларусь проводит интернет-видеобрифинг с председателем Совета директоров российско-белорусской группы компаний «Евразийская инжиниринговая компания», генеральным директором Росбеломаркетинг-центра Александром Сергеевичем Ольшевским. Добрый день. Добрый день. Тема нашего видеобрифинга «Бизнес Беларуси. Взгляд из России». Александр Сергеевич, а как российский бизнес видит перспективы развития сотрудничества с Беларусью, учитывая текущую международную ситуацию вокруг наших стран? Ситуация, конечно, изменилась очень ощутимо, но как раз за последнюю неделю я общался с шестью владельцами крупных российских компаний, которые наметили новые проекты совместно с Беларусью. В основном это ресторанный бизнес, строительство, инженерная инфраструктура, системы умного города, энергосбережения и тому подобные моменты. Кроме того, отмечается очень серьезный интерес к оптовой торговле, то есть тот же самый белорусский цемент, продукты питания. Но надо сказать, что все отмечают очень качественный характер изменений самих ролей двух сторон в этих взаимоотношениях. Потому что все-таки изначально как-то мы привыкли к тому, что российский бизнес для Беларуси выступал в качестве рынка сбыта и покупателя. Причем покупатели, скажем, о себе без лишней скромности, очень взыскательного, но где-то даже порой на нас жаловались, что капризного. Сейчас из-за валютных изменений, из-за того, что фактически изменилась реальная заработная плата и в России, и в Беларуси, получилось полноценное двустороннее сотрудничество, двустороннее партнерство. То есть сейчас Беларусь рассматривается точно так же, как очень перспективный, серьезный рынок сбыта для части российских товаров и услуг. При этом, получается, мои коллеги делали расчеты, что, например, в тех же самых строительных проектах российские строительные компании, проектировщики, где-то обходятся в разы дешевле, чем белорусские на сегодняшний день. А с другой стороны, естественно, что белорусские продукты питания, если раньше, скажем, это был просто для кого-то в регионах России, если мы берем тоже Сибирь, Дальний Восток, скорее премиум-сегмент по качеству неких экопродукт, без которого потенциально можно и обойтись, то сегодня это действительно массовый спрос, который, в принципе, белорусский производитель удовлетворяет и способен удовлетворить. Поэтому очень интересно то, что фактически сейчас начали полноценно только-только рассматриваться и функционировать механизмы, заложенные таможенным союзом. То есть те самые двусторонние потоки, фактически, когда сделка действительно становится выгоднее с точки зрения той же логистики, потому что, естественно, когда обе стороны приобретают что-либо, это другая стоимость логистического плеча, на этом выигрывают и банки, и страховые компании. И что очень неожиданно и приятно порадовало, очень многие российские коллеги начали рассматривать варианты поставок чего-либо в Беларусь с расчетами в белорусских рублях. То есть это очень серьезный момент, связанный, естественно, с интересами Евразийского союза и таможенного союза, потому что только в случае, когда российский бизнес полностью уверен в том, что будут долгосрочные объемы закупок у Беларуси, он готов пойти на такие расчеты. Еще полгода назад от предложений заплатить за какие-либо, допустим, строительные и инженерные услуги в белорусских рублях всячески открещивались. Сейчас это вполне нормальный, адекватный вариант. Плюс буквально вчера мы общались с достаточно крупным холдингом российским, который планирует создание совместного предприятия российско-белорусского, тоже с проектами здесь, обратило внимание то, что совместные предприятия на этот раз заинтересованы регистрировать именно на территории Республики Беларусь. Опять же, раньше мы сталкивались с тем, что коллеги, регистрируя СПС с белорусским участием, все-таки старались, чтобы предприятие осталось в российской юрисдикции с российским юридическим адресом. Сейчас действительно уровень понимания ситуации в Беларуси и доверия стабильности, доверия правовому полю значительно возрос, и это очень сильно радует.